да привет привет уже давно разговариваем да вот насчет вот этого что ты все время то рисуешь картины то делаешь это делать что и вроде все надоело вот души энергоемкие да вот которые там уже выше ну примерно как измерение или больше опыта да нам уже ничего не интересно потому что уже все прошел все делал а здесь вообще как детский садик в принципе подумала когда молодая была куда бы я могла пойти у меня столько интересов столько направлений и я не знаю что выбрать на что учиться и я подумала где это все вместе можно совместить в детском саду где же еще и музыка я у меня хороший голос я музыку люблю и танцую хорошо все это пластично сидела вот потом рисую картины акрилом и маслом и сейчас перестала мне уже в какой-то момент было это все больше не хочу просто как вот форрерс гамп фильме и и я побежал и вот я бежала бежала а потом и я больше не бежал типа остановился я говорю что мне не хочется больше рисовать а мне все говорят ты это умеешь продавай будешь деньги делать я говорю да вы что как можно из себя выдавить душу я говорю я когда рисую и я вообще как в другом мире это для меня личная терапия какая-то личная да вот я буду только подарить я не могу продавать и не могу по заказам делать это когда у тебя порыв ты рисуешь когда нет порыва ты же не можешь до заставить себя да я тоже так стихи писала потом меня как резко обрубила после смерти мама вот так вот прям вообще эти картины с этими лошадьми тоже обрубила да потому что она вот так вот идет всю жизнь да и и тебе и и вот это вот очень много и люди это не понимают почему не можешь сфокусироваться на одно ну потому что потому что просто не интересно играть в одно и то же все время где-то меня все это отшибло я вообще восемь лет волейбол играла была эта параллельная нападающая в общем через сетку дубасила прыгала но я метр семьдесят да потом уже надоело прыгать как-то переехала все закончилось потом это бегала и все всякое всякое уже было но чего не было то я не жалею как говорится чего мы не знаем не знаем что мы потеряли а то мы и не плачем сейчас я даже не вспомню я сама себе преподнес и преподала в молодости как шить и сама шила просто брюки разложила а те же самое делала а потом бурда мода начала покупать рассматривать начала это все вырезать все правильно классно я помню этот журнал кстати да в детстве я даже в манеже когда меня в садик 12 месяцев отправили да тоже я вот эти картинки смотрела с детками мода какая-то вот это бурда да еще какие-то ой да интересно все но мне понравилось как ты про цветы рассказал потому что действительно это все настолько совпадает да интересно люди не говорят сеансах как совпадает чаще всего мне говорят после сеанса вот что ты цветы и садишь и все это любишь это дело я потом понимаешь как бы ты сидишь в сеансе мне все таки кажется что вот это наша другая часть которые как раз в это время пока моя кукла сидит ирина симпатюля сидит себе там перед этим микрофоном да и глазки строит публике шутки шутки но в это время какая-то работа происходит вот на тонком плане не не какая-то ты наверное знаешь лучше всех и я поэтому сижу какая-то немножко не такая как всегда вот и и потом когда до меня начинает доходить и думать а чушь я не спросила но несколько было состояние что я не это нормально у тебя энергетическое тело но не было в этом теле иногда я вижу человека энергетически он сидит передо мной как вот я вижу на экране а у тебя ты сразу помнишь я тебя по моему я тебя летающий где-то увидела ты туда уже пошла поэтому не было в теле я хотела еще сказать вот сейчас вот прошла неделя после сеанса не пришла на немецкий это у меня такое же бывает русский переставили я хотел сказать смотри первые два дня вообще как летала вот опять крылья появились вот и я такая счастливая но я не то что первые два дня я всегда такая но у меня было такое ощущение легкости баланс такой сбросили подтверждение пришло что все к тебе ирка амнистия все выпускают интернешнл амнистия кстати несколько лет работала на амнистия интернешнл это добровольно бесплатно для одного ректора гамбургского гамбургской гимназии переводила письма а он их потом я от руки писала еще не было у меня никаких этих компьютеров ничего салат руки писали президенту узбекистана таджикистана я даже писала в россию я уже не помню то ли путину то ли еще кому еще в 90 90 и 2000 потом писала еще куда хочешь и все это ну разбирались случаи когда люди пропадали да и вот люди вот пропали и близкие начали их искать и обращались вот в интернешнл да вот туда внести и он мне говорит какое большое спасибо короче они мои почерк аккуратненько все копировали все это конвертики складывали и вот члены вот этого общества ну вот допустим в селе да вот члены общества он уходил по домам и всем ложил в ящик они должны были подписать и вернуть и он это все посылал тогда в ту страну вот так вот так короче назад ко мне значит рада счастье легкость и я заметила что аппетит у меня уменьшился то есть ну когда человек счастлив он не бежит холодильнику но я заметила что у меня и легкость в теле появилась у меня перестали ноги болеть вот часто у меня утром встанешь и как вот эта русалка который вместо хвоста ноги сделали она сначала идти не может это я вот так у меня лимфа застаиваться до утра снизу там а у меня же медведь был тут прикреплен который мне вот это все засаживал красные мочалки мы же его убрали выкинули вот и все сразу легко слушай встаю утром блин могу ходить ничего не болит потом на работе какие-то вот яснознательные сдвиги произошли ребенок сидит от меня метра три наверное и и он в комбинезоне зимним мы на улице гуляем я говорю мне пахнет это это вот этот ребенок обкакался ну надо идти переодеть там гузник поменять но не знаю да действительно вот три ребенка в один день я определила хотя они не вот не прямо рядом со мной стояли да чувствительность повысилась видно да потому что у тебя вот эта легкая спрозрачность в эфире а вот вчера я съездила к одной бывшей моей сотрудницы у нее был рак толстой кишки сейчас у нее вывели этот мешок наружу у нее там как там это закручивается надо мешки менять наш как это бывает не знаешь зашили толстую прямую кишку снизу где попа убрали и вот там где должен быть вывод то есть как мы в туалет ходим по большому и у нее это наш те это у многих так вот этот пункт наверное там какой-то огромный имплант стоит и у меня почувствую что она возобновляется потом кстати ты за спасибо ты застыла ты застыла у меня у меня просто знаешь такое чувство очень резкое было что это знакомая там она не в теле на дне кита эксперименты делают там потому что чаще всего вот это вот все происходит она потом может опять возобновиться то есть можешь делать кучу операций но пока знаешь не уберешь вот эту вот всю историю до которой она завязана хочу сказать я не знаю может я что-то подцепила там сегодня ночью ко мне притязание были сексуальные какие-то хрены не знаю кто какой-то не знаю даже кто это не видела уже забыла потому что утром проснулась целый день проработала кто-то хотел меня очень сильно к себе притянуть и меня это возбудить вот так вот да потом я на какой-то поезд спешила что-то такая ночь была нехорошая я подумала может мне к этой женщине лучше больше не ходить просидела у нее четыре часа у нее тяжелая энергия но ты просто рассказываешь потому что она видно тебя подпитывается и может даже лучше быть я думаю наверняка она хочет чтоб ты больше приходила да любит кормит меня пирог торт все она не то что так просто так она очень хорошо приглашает она из пакистана женщина это принято ее сын пришел обнял меня его никогда в жизни не видела взрослой а у них так принято вот такая культура они очень гордятся что они вежливые порядочные культурные вот они гордятся они да да они такие очень да я знала меня тут из индии тоже есть подружка вечно готовы тоже все такое да давай тогда посмотрю кто это там у тебя да что-то ты когда при эту подругу мне прям все такое темное какое-то в тумане ладно ну вот какая-то рука в пространстве в твоем вот кого-то вот так нащупывает тебя опять не уходишь ой такой такой значит в костюме такой какой-то высокий можно такая вот эта ящерица опять те альфа драконица они прям вообще ну вот эта женщина вот за ней альфа драконец и в костюмчике стоит вот такой кузнечик образный в костюме таком белом как лабораторный какой-то знаешь но это чаще всего их вижу в халатах белых но это нет это как вирусологический какой-то костюм с шлемом таким наверху с пластиком таким перед лицом как вот вирусологических лабораториях когда они с какими-то бактериями вирусами с чем-то имеет такое с патогенами на опасными у этой женщины вообще по всему телу какие-то паучки ползают что такое непонятное это и паучки и какие-то гусеницы подобные прям вообще кошмар у нее вообще все органы засорены и у нее не только это у нее там просто собирается все это как будто бы организм вталкивает я вот так издалека смотрю вообще все прозрачно видно вот они за ней стоят ну да они через нее знаешь как они это делают на физике вот у тебя же есть подсознательно даже если ты всех даже говоришь жалость да ну жалко и и да вот и и вот через эту жалость вот они к людям когда могут подключаются да ну вот и сейчас убираешь эту твое подсознание энергетическое чаще собирают эту руку закрывает там эту дырку выталкивает его в портал обратно вот так вот они делают ты знаешь как-то очень интересно у него как будто от него тянется ниточка ко многим людям которые с ней взаимодействуют и друзья там кто сочувствует ей а вот он вставляет вот так вот знаешь прям выглядит как вот стенка и ты через нее руку просуну так держишь когда этот человек начинает думать про эту женщину или говорить эта рука как будто на себя натягивает энергию от вот энергетического тела твоего у тебя и убавляется они ищут способ таким образом понимаешь с тобой им как бы тяжело потому что это чистое с другими они просто входят в энергосферу без проблем подключаются где им надо как я понимаю чаще всего со спины ну и шланг с такой штучкой как присоска и вот и все и тянут энергию постоянно а к тебе не так не смогли просто-напросто потому что тело такое высоко энергетическое энергия все время как электрический заряд для них они боятся шпариться чтобы их не зипнуло этим зарядом поэтому они выжидают пока у тебя спустятся вибрации но они все они уже ушли и вот видишь это надо быть с такими людьми осторожно я не говорю что с ними не надо взаимодействовать и нельзя чувствовать там до вот эти чувства то что мы но к сожалению тут такое тут я не люблю когда говорят это ее выбор нет это не ее выбор ее когда-то обманули точно так же как у нас всех но она через эту болезнь может дойти до понимание что ей кто-то управляет кто-то с ней что то делает понимаешь то есть это может ей по идее даже пойти не хочу сказать на пользу или что но вот такие вот ситуации в жизни когда нас прибивают к стенке и я там какой то страх потерять эту жизнь да это тело а вот это к нас очень часто ведет к пробуждению поэтому вот она у нее такое вот время когда не знаю не можешь общаться на расстоянии но и мне кажется она с тебя очень много сосет когда вам непосредственно взаимодействуете вот энергетически вот эти эфирные тела да вот ваши энергосферы вот они все-таки соприкасаются эти пузыри энергетические происходит обмен энергиями интересное что в детском саду вместе со мной вернее она раньше работала вместе со мной и именно у маленьких у яселек она хороший педагог она очень трудолюбивая и старается много делает ну вот у нее со здоровьем вот так да видишь как они они таких людей также она же видишь это на подсознательном уровне и подсознание это видит но мы ничего не может делать потому что на сознательном на рациональном логическом да она не понимает что происходит и таких людей очень часто используют добрых людей используют потому что они видишь она тянется к детям к чему-то светлому да вот через нее они тоже от детей могут подключаться к детям то есть это вот такой вот к сожалению так делается поэтому а теперь хочу спросить вернемся на мою планету с которой забрали украли похитили как точно эта планета называется зеленая планета лесная я вижу урсус какой-то у р с у с 2 0 2 да интересно Я в интернете перечитала, там определяется этот океан, из которого состоит вся планета из океана. Он определяется как разумный. Солярис. Я вижу. На котором нас ловили 32 существа. Солярис, да. Который разбомбили. Да, потому что это конгломераты и души. Да. Это не как вода, это другая плотность, это вообще души, которые покрывают как вода поверхность планеты. Они очень нечувствительные, они живые, в них есть сознание. Да, это все интересно, но вот. Ну, ты летаешь с этими светло-фиолетовыми лиловыми крылышками. Радуешься. Ну, можно можно спросить, как мою маму звали? Ты сказала, моя мама там еще до сих пор живет, мои два брата, или больше не знаю, сколько их там. Хотя бы маму как зовут. И как меня звали там? Мелия. Мелия. Тебя звали как-то. Мелия. Знаешь, как Амелия, но без А. И мама. У нее такое впечатление, что у тебя было много жизней, и у тебя разные имена. Вот у меня такое чувство прям. Ну, и это, которое ты выбрала, тебе сказать сейчас, в моменте здесь и сейчас. Маму. Мама. Луа какая-то. Вот Луа. Да. Интересные имена. Да. Да. Теперь хочу спросить, чем мы там питаемся и размножаемся как? Вы ничем не питаетесь. Вы питаетесь энергией солнца. Это подходит, да. Каким образом размножение происходит? Совмещаетесь с энергией энергетически. Вы вместе становитесь близко друг к другу. На одну волну идете энергетически и говорите вместе одновременно. Ну, как проговорите в уме, что вы хотите воспроизвести из двух энергий одну другую новую. И прям вот появляется, как... Знаешь, как оно выглядит? Вот ты стоишь, и вот еще стоит такой подобный к тебе. И ребенок выходит как через портал, через вас. И становится перед вами, перед тобой. Знаешь, вот как пингвины, мамы с малышами-пингвинами между ног. Вот типа такого выглядят. Ну, да, как портал, типа раз и новый пришел. Да, да. Мы же сразу творцы. А ты уже ответила на мой телепатический. Или издаем какие-то звуки ртоп? Вы... Вот эти имена, которые я сказала, они вообще как будто бы их поют. Мили-а-а-а. Вот так вот, понимаешь, оно звучит? Оно вот не так конкретно, как мы говорим, проговариваем. Оно очень мягко-мягко звучит. И это как вибрационная волна звуковая. Вот такая вот. И вы как будто открываете рот и как будто бы их поете. Вот. И это... Ну, я как могла перевела это на человеческий язык. Оксана, из 32 существ из нашего племени, так сказать, которых на корабли затянули, есть ли или все ли воплотились на земле? Или вообще ли, кроме меня кто-то здесь есть? Так, ну, сейчас я вообще их все вижу обратно. они уже на этой планете обратно. А что я уже летаю? Они там уже летают. Нет, ну я энергетически их вижу там. Вот. они-то все, да. И они воплотились в конечном итоге. Их воплощали на разные планеты. В конечном итоге они воплотились на землю. А теперь ты им разослала информацию. Это очень быстро ты сделала в сеансе. И я их вижу. Все с тобой такой кучей летают вместе и разлетаются по этой планете. Вы что-то интересное. Кстати, знаешь, что вы умеете делать? Вы вообще... Вы вот, когда летите, у вас есть какой-то режим определенный, вибрационный. Только так могу объяснить. Когда вы становитесь немножко светлее. Вот этот фиолетовый, лиловый, он становится светлее. И тогда вы начинаете рисовать в небе что там. Вот ты можешь нарисовать там птицу там, или цветок, да. И вот я вижу летающие цветы везде. Вот они просто без стебелька вот летают по кругу, крутятся вот так вот. И вот то, что вы нарисовали в полете, вот ты летишь, да, и по определенной траектории. Ты нарисовал, но у тебя идею, ты воплотила в свою зарисовку, в контуры этого. И оно оживает. И оно начинает существовать. Птицы там какие-то, голубо-розовые. Цветы крутятся в пространстве. Они как будто такие, ты можешь порталы создавать. Ты создаёшь цветы портала, ты создаёшь цветы для поддерживания экосистемы планеты. Вот. Ну, то есть, вот эти цветы, которые в космосе иногда вижу, вот такие, как ты, создают в разных галактиках, разные существа. Вот. И они тоже, как такие, знаешь, интересно очень идёт, потому что эти цветы, они своего рода прокладывают какие-то энергетические дорожки, как порталы, что ли, которые, знаешь, как вот landmarks, вот как в городе, да, ты там по определенным большим зданиям можешь знать, где что находится. Вот такое вот. Маркеры. Да, да. Маркировка называется по-русски. Да, да. Ещё вопрос насчёт ДНК. Вот мы с тобой в прошлый раз, или как мы, кто, ну, мы с тобой сделали так, что я вернула своё первозданное ДНК. И если теперь я вернусь обратно туда, о чём мы сейчас говорим, на мою планету Урсус 2.02, как-то заметят люди, или, например, моя мама, заметят что-нибудь? Или это как секунда, меня не было, и всё. Или заметят они какие-то изменения во мне? Или смогу ли я эти изменения дальше применять как-то? То есть будут ли они мне полезны? То есть мой опыт души, который я за 322 жизни на планете Земля собрала. То есть не зря ли это всё было? Твоё подсознание сказала, что оно вообще хочет вернуться, попробовать другие планеты. Ария и Эра. Какие-то вот две планеты. Окей. Вот. А мне ничего не сказало. Потому что она у тебя, слушай, ты всё время в полёте, тебе неинтересно на одном и том же сидеть. Вот ты такая же абсолютно, как и в жизни. Потому что у тебя много опыта, и тебе хочется больше. А зачем одной тоже опять проживать? Точно. Я бы никогда не смогла всю жизнь бухгалтером работать. Я бы с ума сошла, застрелилась. Так, где мои очки? Какой вопрос я записала? Ага, ага. Так, я сделаю время. Так, это я уже спросила. Я тоже спросила. А, хотела вопрос задать. Чем отличается фея от эльфа? А тут моя дочка пришла. С эльфом, с зайцем, со своим. Говорит, мама, я же тебе сто раз говорю. Я вообще не понимаю, откуда она пришла, но вот оттуда пришла. Она сейчас вообще онлайн-класс делает. Она говорит, эльфы, мы больше со зверятами, мама. А эти с крылышками. А вы больше экосистема, флора, растения. Хотя я могу сказать, наверное, у меня в друзьях есть и феи, скажем так, потому что я настолько люблю животных, я не могу просто больше смотреть, как они страдают, вот эту эксплуатацию, как вот их держат в этих фермах. Я просто не могу, я болею очень сильно, если я такое сильное, чайно увижу. Я, бродячие собаки, я очень люблю собак, и я одно время даже могла узнавать, сколько им лет, вот чужим собакам. И хозяева подтверждают, что это действительно так. И собаки меня видят и хотят ко мне подойти, и чтобы я их погладила. Ну, контакт. Ну, даже так было. Потому что ты воплощалась разными животными на других планетах тоже. Ты всё проэкспериментировалась, тебе говорю, у тебя столько опыта, у тебя прям там... Причём. Да. Но ты, понимаешь, вот ты один из тех людей, которые не могут сказать ничего про другого плохое, потому что тебе физически будет плохо, если ты что-то думаешь или говоришь плохое про других или про... Понимаешь, ты настолько вот чувствительно и осознанно, да, что в этом состоянии ты даже не можешь себе подумать, чтобы что-то кому-то плохое сделать, даже в мыслях, понимаешь? Это естественное состояние внутреннее. И тебе хочется, чтобы все летали, чтобы все были свободны, как ты летаешь в свободе в этой. И поэтому, когда кто-то в клетке, ты вообще у тебя это... Ты не понимаешь. Тебе от этого непонятно и плохо. Когда я раньше не знала этого всего, я думала, что, например, для меня самое страшное было бы совершить какое-нибудь дебильное преступление, и чтобы меня закрыли в тюрьму. Это настолько для меня страшно было, что только от одного этого осознания я бы делала всё как надо, только правильно. Чтобы только меня не трогали, чтобы свобода была. Вот свобода, я иду в лес, я иду на поле, я даже одна гуляю, мне никого не нужно. Я могу на море целую неделю одна отдыхать. Когда подруга спрашивает, как тебе не скучно? Я говорю, как может быть скучно? Во-первых, у меня есть я. Во-вторых, мне никогда со мной не скучно. Я вообще прикольная, я смешная. Я сама себе что-то как скажу, и ржу, хожу по комнате. Вот. И потом на улице тем более. Я всегда игралась, я детям преподношу, как можно играть с природой, с элементами разными. То ли это песочек, то ли палочка, то ли это там какой-то бантик, или неважно что, листочек. Всё можно превращать и придумывать из этого что-то другое. То есть не обязательно покупать сумасшедшие дорогие игрушки, чтобы детям... Ой, детям, да, и мешок с каштанами, с дерева, они будут с ними целый день играть. У меня подружка в школе преподает, она всё время то камни, то каштаны таскает туда, в школу им. Ну да, это правда, потому что чувствуешь энергетику природы в этом маленьком каштанчике или в листике, и поэтому... А у тебя, да, у тебя очень... Ты целостная, когда человек целостный, ему интересно самим собой, потому что он хочет сохранить вот эту свою энергетику, да, и тебя никто не будет, потому что ты же впитываешь в себя энергетику других. Зачем тебе себя утяжелять? Тебе хочется быть такой же, лёгкой. Да, да, я совершенно не скандальная, мне неинтересно доказывать, что я знаю правду. Пускай у них всех свои правды будут, мне всё равно. В общем, я не борюсь там с пеной у рта, и всё это меня не волнует, и обманывать не люблю. Я помню, мой первый муж был очень нехороший человек, скажем так, он меня даже чуть ли не затушил однажды. То есть я уже потемнела в глазах, всё. Но когда меня спросил один знакомый, давай мы ему рёбра поломаем, ну, отомстим после развода. А я сказала, нет, не надо, я не могу, я вот, как бы, я не могу из своих рук отдать такое приказание, просьбу, или ещё что-то. Кому-то сделать больно, пусть это даже убийца. Это не моё предназначение, кому-то делать больно. Это вообще не в моей, в моего перетакования. Так что, это не моё амплуа. Я хотела ещё, знаешь, что спросить. Почему некоторые души, например, уже после 15-й, там, 10-й какой-то жизни на Земле уже стали пробуждёнными, а мне понадобилось целых 322? Тяжёлые выборы. Потому что тебя, нет, я просто пытаюсь пойти назад, а ты там уже, как бы, в первом сеансе там твоё подсознание всё переделала. А-а-а. я иду, как бы, там всё, там, знаешь, как вот слайды тёмные, как карманы тёмные, и я, как бы, я уже не вижу. Вот, что я могу сказать, почувствую, вот такие души вообще, как твоя, да, она энергоёмкая, она интересная, она другая. Не то, что все души, они разные, у каждой есть свои скорых характеристики интересные. Но, в твоём плане, они очень много делали разных вот экспериментов, насколько вот, почувствую, да, их использовали, 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 много. И поэтому, такие души, они хотят в системе, зажать их, и чтобы они были в этой системе, понимаешь. Вот. Ну, им удалось это сделать. Тут ещё зависит от интерферентов, насколько у них оборудование, насколько у них импланты, вот это вот всё, да, чтобы стирать память, там, определённой жизни, структуру жизни, подавлять. Да, вот это всё имеет значение. Просто сейчас, как я вижу, что с развитием, вот как земля начинала, сделала, сформулировала себе намерение освободиться от вот этого искусственного уровня, который её, закрыли её, начали как бы на вот этот, как отзываться, знаешь, энергетические, вибрационные души, которые высоковибрационные, вот, и эти души, они лучше могут проходить, они знают, они как бы, знаешь, вот такое ощущение, что изучили ловушки матрицы астральной и физической, и у них больше знаний, чтобы пройти, не засориться так, как вот ты, например, засорилась, да, и как тебя там забили всем программами, вот они не такие забитые. Сейчас дети вообще уникальные, они вот как-то проходят эти все ловушки, вот, и они не такие забитые, они как будто уже всё знают с рождения, понимаешь, у них вот эти программы, они в себе сжигают, уничтожают, есть даже уникальные дети, я видела в сеансах два, которые в себе, вот им делали вакцины родители, а эти вакцины из них вылетают полей, вот просто, вот эти вот, они просто выходят из них, они в теле не приживаются, вот такие сейчас идут, а просто время, в котором вот это вот всё, когда тебя начали воплощать, имеет значение очень, понимаешь, вот те, которые сейчас приходят, они совсем по-другому, у них больше возможности проснуться, и они уже как бы не такие сонные, как вот те, которые приходили до этого, оксаночка, ещё два вопроса, и мы разбегаемся, так сказать, у меня была до 2006 года подруга детства, в 2006 году она умерла после пятилетней борьбы с раком, Жанна её звали, маленькая, весёлая, мы были как две, да, как две бабочки порхали, в общем, короче, умерла она в 41 год, нам было 41, сказала мне, а теперь ты живи за двоих, ну, естественно, так вот, я хочу сказать, почему, она была очень светлый человек, опять же, попала в какую-то ловушку, или что произошло, я не ожидала, она, ну, она была как я, вот почти то же самое, но она держала обиды дольше, я не держу обид, мне как по барабану, я радуюсь, что у меня память короткая, мне это всё не надо, вот, а что с ней произошло, и где она сейчас, или откуда она прибыла вообще на Землю, она из другой какой-то вселенной, потому что я вижу сразу, пришло какое-то существо, я пытаюсь, ну, я вот дотронулась, там, короче, есть рептилоидная ДНК, где-то 16% загорелось, потом, ну, рептилии, это больше, как, как они, ящери, вот такие вот, и, и смесь с, как вот эти соколоподобные, потому что клювообразная, такая морда, но не от клюва выраженного, у него очень длинные руки прямо идут до конца, вот знаешь, вот как руки дотрагиваются до пальцев ног, вот типа как обезьяна такого, но там есть тоже что-то от гуманоида, типа обезьяна, что-то такое, 8% тоже намешано, и вот, вот эта вот сущность, она ее как-то, вот я вижу, она проходит через искусственный источник, эта сущность, и держит ее в руках, и она остается на каком-то уровне, который она создает, вот она прям от ее энергии, отщепляет энергии, и создает себе какой-то шар такой, реальности, в котором она находится, обезьяна подобная, вообще репатилоидная, и она ей управляет, как, я вообще твою подругу вижу, вот, когда она в жизни, она как, знаешь, как вот куклами орионетка, вот везде ниточки, везде, и она ее управляет, вот это вот, из своего вот этой такого астрального шарика энергетического, который подключен напрямую к энергосфере подруги, она и управляла всю жизнь, она и забрала от этой вселенной сейчас, ты даешь информацию, это какой-то как вирус искусственного интеллекта в такой вот форме, которая с одной вселенной на другую уходит, и воплощает вот ее, эту душу, твои подруги, чтобы какое-то знание какие-то получить и скопировать их в свою базу данных внутри ее, ну, как мозг, компьютер в голове, там коробочка такая, накопируют, чтобы, да, что такое, ты передала, ты передала информацию, она вообще вот как-то вот, я вот вижу, это как поле вселенных, вот такие шарики такие, вот они как-то так двигаются, дышат, и вот так вот она прямо пошла, потом сюда, розовая какая-то вселенная, такая розового цвета, все, вообще космос какой-то розовый, вот она сейчас там, я удивлена, но большое спасибо за мою подругу, долго мне хотелось узнать, куда же она пропала, попала и так далее, а сейчас хочу тебе такой интересный вопрос задать, интересный будет ответ, получается, что это тело, вот где я сейчас нахожусь, могло получить другую эссенцию, другую душу, и это была бы уже совершенно другая Ирина, ну, может не Ирина, Марина, Наташа, могло такое произойти или нет, то есть, или только это из-за меня появилась вот эта оболочка, из-за моего, ты сама создаешь это тело, когда ты выбираешь родителей, вот, бывает такое, что мы не выбираем, что нас насильно вталкивают в семью, вот, у тебя, понимаешь, тело твое физическое отражает твою суть энергетическую всегда, то есть, если у тебя голубые глаза, то чаще всего это у тебя присутствует какой-то голубой цвет в твоей ауре, в твоей энергетике, да, вот, если, ну, вот, оно очень, да, оно очень взаимодействует, то есть, если, что происходит с своим энергетическим телом, происходит тоже на физике, если на тобой делают опыты, какие-то уколы, проколы, инъекции, как у меня часто встречаются в сеансах, особенно вот эти суперсолдаты, человек просыпается, у него по всему, знаешь, телу, дырки от уколов, от инъекций, понимаешь, это вот напрямую, причем его физически не похищали в эту ночь, это они делают, что-то на какой-то базе, или подземной, или астральной, с его энергетическим телом, которое они захватили, поэтому, да, и мы, мы под себя, тело, как бы, оно же, это же энергия, да, в маме, вот, когда ты, ты как бы его сама лепишь из пластилина, понимаешь, оно под тебя подстраивается, под, и оно принимает характеристики как твоей души, самых твоих ярких воплощений, самым ярким опытом, вот такое вот оно, оно взаимодействует, конечно, с ДНК родителей тоже, так как это физическая оболочка, но вот эти глаза, почему во всех воплощениях ты видишь одни и те же глаза свои, потому что они всегда одинаковые, вот это что интересно, понимаешь, ты по глазам, можешь узнать себя даже в других телах. Это глаза, зеркало души, это такая пословица, а еще добавить к тому, что ты сказала, великий немецкий поэт Фридрих фон Шиллер, поэт и писатель, Фридрих фон Шиллер, он так и сказал, это дух, или нет, по-другому, дух, это и есть то, что себе тело строит. Ну, я это перевела, что себе тело строит. То есть, это прямая проекция, да, собственно. Да, это проекция души, да, на физике. Ну, и поэтому, в связи с этим, надо просто всем людям сказать, люди, любите себя, вы такую себя или такого себя заказали, захотели и сами себя сделали. А что вы теперь возмущаетесь, товарищи? Ну, у вас есть время, вы можете еще себя перекроить, переделать. Например, когда-то пришло время, и я вдруг перешла на вегетарианство. Да, я за три месяца 13 килограмм скинула, я начала бегать. Я, у меня на границе, не пропускали с моим паспортом. Они говорили, что это не мой паспорт, я там выгляжу старше. И я долго доказывала, мы два часа стояли и доказывали, что это я. И я им рассказывала, что я поголодала, прочистила все, организм, похудела, стала есть мясо и не ем после шести часов вечера. И они тогда мне поверили и сказали, ну, нифига себе, сохранилось, ну, давай, проезжай тогда. Ну, в общем, вот такие истории разные бывают в жизни. Можно себя сделать, можно себя ваять, возводить, а можно себя угробить. Ну, то есть, это действительно так. Ты видишь человека, видишь его физическое тело, и ты понимаешь, что с ним внутри происходит. Это психология получается. Да, да, конечно. Мы же все считываем в любом. Это просто у нас сильная программа, надо помнить об этом. У нас есть очень сильная программа на выживание, у нас есть очень сильная программа, что мы себя. Понимаешь, это даже не программа. Потому что душа, она с этим телом, она, ей тяжело в этом теле. Ей само тело, как скафандр, не нравится. На физике мы это воспринимаем, это чувство души, что нам не нравится что-то в нас. В нас есть тоже вот эти программы, которые создают эти комплексы, что мы всегда себя ищем, какой-то изъян. На самом деле это просто когда у нас вот эта несостыковка подсознания и физики, вот у нас нет соединения этого мостика прочного. Когда ты себя начинаешь уважать таким, как ты есть, потому что у тебя вообще фокус внимания с физики сходит, у тебя фокус внимания там на помощь людям, на сделать что-то хорошее, на посадить цветы, как у тебя, там с детками поработать. Вот понимаешь, тут уже как бы... И оно само потом всё возобновляется, когда у тебя фокус идёт на то, не на себя, на вот это физическое. Вот себя и физическое лучше становится, и кушать ты лучше начинаешь, более лёгкое, понимаешь? Оно всё взаимодействует, и здоровье налаживается. Поэтому, да. А когда ты бьёшь себя за какие-то это, и винишь себя, и каждый день проверяешь, лучше ли я или нет, и сколько я вешу, и вот это так оно вообще, это всегда всё затормаживает процесс улучшения, вот эти вот постоянные сомнения, самопроверки, самобичевания, да. Какие-то... Ну, ты знаешь, я в этой жизни даже, вот уже лет 20 тренировалась во всяких там лечебных голоданиях. Начала с поля Брега, там у меня начиналось с воды, ну, первое моё голодание аж 9 дней, аж 9 дней, я думаю, что... Ничего себе! Я один день не могу. Да, 9 дней, прикинь, это было самое первое голодание. Это ещё было до рождения моего сына. Мне уже было 35 лет, и я хотела ещё одного ребёнка от второго мужа. Но у меня не получалось. И я себе сказала, хорошо, я, наверное, уже старая, у меня вот есть дочка, и хватит. Всё, успокоилась, но потом всё-таки провела себе вот это 9-дневное голодание, решила собой заниматься, как говорится. Не надо мне ребёнка уже, ладно, если не получается. Буду сама собой заниматься, красиветь буду. Короче, я покрасивела так, что я через месяц забеременела. Ну вот видишь, как работает. Когда говоришь, что мне уже, ну, ребёнок, ну, не будет, так не будет. Вот поэтому, да. Сосуд у меня почистился, и в сосуд пришла такая прекрасная душа, как у моего сына. Значит, он ждал, пока я там возьму веник и пылесос, всё это почищу, сделаю. Так вот, хочу сказать, вроде с одной стороны я там такая лёгкая, казалось бы, там такая в чистых энергиях. А знаете, до чего я уже дошла, что я, то есть это хорошее, дошла. И я в эту весну, когда услышала про пандемию, я сказала, а я в знак протеста наконец-то займусь сухими голоданиями. Я ушла на долгий больничный, больше двух недель, и я на семь дней ушла на сухое, без воды и еды полностью. Я ночами ходила по лесу. Ты когда голодаешь по-сухому, тебе никогда не холодно, и ты хочешь всё время на улицу, и ты хочешь гулять. Ты вообще спать не хочешь. Это что-то с тем. Интересно. И у меня вылечилась почка правая, которую мне врачи когда-то антибиотиками убили. Там испаление было, болело очень сильно, оказывается, на сухим. Почему я это рассказываю, чтобы люди это знали, это я живой объект, пожалуйста, я вам рассказываю, что такое действительно происходит. И да, и у людей даже песок высыпается, почкам тоже надо давать отдыхать. Вот это пить, пить, пить. Интересно. Да, да. Но начинать надо с одного дня. Вот один день. Очень легко, легко голодать на сухом, легче, чем с водой. Потому что вода, это то же самое, включает типа питание, но оно пустое, одна вода. А вот. А когда ты отключаешь полностью твой внутренний пищеварительный тракт, ты переходишь на эндокринное питание. И мой организм уже настолько натренирован, я только себе говорю, завтра, Ирочка, мы не едим. У нас кухни нет, и мы никогда это не делали. Все. Я хожу как телевизор в холодильник, которым тоже не надо кушать, да. Ну, то есть, из резетки вытянула, я вообще в кухню не захожу. Мне не пить не надо, не есть не надо. Прекрасно. Ну, все. Я просто хотела сказать, что у меня очень сильная сила воли, да, железо бетонное прямо. Если я чего-то хочу, и у меня это чувство достоинства тоже есть, то есть, меня в грязь нельзя затоптать. Я очищусь, вытряхнусь и скажу, нет, не пойдет со мной, так не пойдет, нет, нет. У тебя сила воли, у тебя очень сильная, это надо иметь такое, знаешь. Да. Молодец. Очень интересно. Оксаночка, спасибо большое на все вопросы, получила я все ответы. Благодарю. Вот такая интересная информация, ты рассказала тоже. Думаю, всем будет интересно, надо будет еще какие-то с тобой сделать расследование. Что-то такое. Да, надо будет, потому что ты столько экспериментировала, это очень интересно для людей узнать. Отлично, отлично. Спасибо, я тогда выключаю. До следующих встреч, это не конец. Спешите там какие-то темы. Да, до сих пор. Да, да, она все попробовала поделиться. Пока-пока. Пока.